Вчерашний обстрел соседнего города Краматорска это очередной террористический акт и страшное преступление. Более 60 пострадавших, половина из них мирные жители. Обстрел из реактивных установок залпового огня это военное преступление против мирного населения. Сегодня кассетные боеприпасы накрыли жилые кварталы. Я еще раз подчеркиваю, более половины пострадавших это мирные жители. Среди них дети, есть погибшие. Цель этого преступления очевидна. Запугать, посеять панику, ужас. Вчера поздно вечером Краматорск посетил президент Украины. И он подчеркнул, мы требуем мира. И мы способны защитить мир в наших городах и в Украине. Поэтому я сегодня обращаюсь к жителям Славянска. Я уже не раз говорил и в очередной раз подчеркиваю, Славянск это мирный город. Мы уже сполна испытали на себе все беды войны. И война из Славянска ушла. Сегодня ситуация в городе Славянске полностью контролируется. Но перефразируя известную фразу, в нашем случае вооружен, значит осторожен. Поэтому в городе создан штаб по чрезвычайным ситуациям. Его возглавляет представитель МЧС Михаил Козырев. Курирует его зам городского головы Андрей Белозеров. И разработан ряд мероприятий, направленных на обеспечение порядка и действий в случае чрезвычайных ситуаций. И я еще раз хочу подчеркнуть, обращаясь к жителям города Славянска. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить мир и порядок в нашем городе. Вооруженные силы Украины готовы сделать все, чтобы защитить этот мир. Ситуация в городе Славянске контролируется. И все меры, которые мы предпринимаем, и по поводу которых сегодня собрали этот брифинг, это все делается в целях предосторожности. Но так уже получилось, что мы живем в состоянии необъявленной войны. И еще раз обращаюсь к жителям города Славянска не отдаваться ни на какие провокации и на панические настроения. Ситуация в городе контролируется.